Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает, вопадом. И сегодня у меня в руках книга Тони Росса «Я сама». Серия «Маленькая принцесса». Почему я говорю «серия», а книга одна? Потому что здесь несколько историй. Они объединены и персонажем, и художником, и, самое главное, задачами. Недаром здесь стоит меточка «Мировой бестселлер для трех-шести лет». Ну, я скажу так. С дочкой шести лет мы эту книгу прочитали за один раз, очень быстро. Все-таки это уже очень серьезный возраст. Взрослый человек в этом возрасте, а в этом возрасте все мы, взрослые уже достаточно люди, очень хорошо понимает, как себя вести, и, в общем, смеется, находясь как бы на стороне папы, да, читающей эту книжку, да. Не идентифицирует себя с «Маленькой принцессой» на сто процентов, потому что она кажется слишком маленькой по возрасту, да. Хотя, на самом деле, ситуация, в которую попадает эта прекрасная героиня, посмотрите, как она замечательно нарисована. Вот это вот, это даже не раскадровка, это разработка мультипликационного персонажа. Вот так вот на студиях делают наброски, вы можете увидеть, смотрите, все эмоции переданы прекрасной принцессе. Здесь она в короне и в пижаме, это у нее стандартная форма одежды, да. Она не очень любит, видимо, наряжаться во всякие наряды, вот. И мы ее часто видим на рисунке в пижаме, в домашнем виде. Действительно, нам показана совершенно непарадная домашняя жизнь. Никаким государством она не управляет, она учится управлять собственной жизнью и делает это в крайне дружелюбной, но от этого не менее сложной обстановке. Потому что там, конечно, есть папа-король, мама-королева, которые ведут себя как правильные строгие родители, но очень любящие, разумеется, да. Есть придворные, которые всячески стараются ее утешить, уважить, значит, всячески помочь и так далее, да. Есть придворный доктор, докторша, которая, значит, к ней представлена, придворная нянька и так далее. Но маленькая принцесса отнюдь не всегда счастлива. Вот, например, на этой иллюстрации вы можете хорошо увидеть, какое у нее здесь настроение, да. Настроение, прямо, скажем, не фонтан, как говорят в Одессе. Не хочу спать, это первая история. Не хочу мыть руки, я сама, собственно говоря, заглавляя книги, это третья история. Не хочу в больницу, я этого не делала, последняя история. Больше всего нам понравилась история про то, про я сама, потому что, ну, здесь совершенно замечательно, она отправляется в поход, и ее, значит, соответственно, ей помогают в этом походе, ну, все придворные, все, кто только может, да, причем делают это тайком. Это абсолютно типичная ситуация. Вот у меня дочка шести лет прекрасно уже понимает, что это ей приготовили на полянке в лесу посреди леса завтрак. Это ей поставили палатку, потому что она забыла и еду, и палатку, и, значит, спальный мешок, да, чтобы поход, да. Все придворные, значит, тайком за кустиками за ней крадутся, и все это ей принесли, да, все приготовили. Но это абсолютно нормальная ситуация, когда ребенок просит что-то сделать я сам, да, это такой период жизни. Психолог любой скажет, важнейший период, ни в коем случае не задавите, не затыкайте вот этот фонтанчик, не задавите вот это вот желание. Оно очень важное. Это самореализация, это самостоятельность, это будущее, значит, личность развивается на ваших глазах, вот. Или ребенок просит помочь, да, вообще говоря, хлопот от такой помощи гораздо больше, чем помощь от такой помощи. Но, вы же понимаете, да, отказывать нельзя. Ребенок хочет помочь, надо сделать так, чтобы он имел возможность помочь. Даже если это очень-очень сложная задача, вот. Ну, не хочу мыть руки, заканчивается вообще шикарно эта сказка, эта история, значит, здесь уже, когда, наконец-то, просверлили дырочку в голове принцессе по поводу мытья рук, микробов всего остального, да, значит, и дают ей, наконец, кусочек тортика, вместо того, чтобы хвастаться чисто вымытыми руками, или бежать их мыть, или еще что-то, она спрашивает. А ты сама хорошо выбыла руки, спросила маленькая принцесса, и вот прилетела ответочка, да, значит, прилетела, значит, воспитателю, педагогу. Это очень-очень достоверно психологически. Вообще говоря, такая подача материала, когда видите, да, одна большая картинка на страницу и совсем немного текста, это делает книгу практически комиксом. Это сильно упрощает, как бы, ситуацию. Но то, что художник, не просто замечательный художник, посмотрите, ну, вот, вот, это, это, это Эдвард Мунк просто отдыхает. Эдвард Мунк у нас просто, значит, вот, вот, он бы, он бы просто, просто исцелился бы, покинул клинику, да, завязал с живописью и пошел бы, не знаю, там, керамикой заниматься, вот, когда бы он это увидел, да. Рекрасно. Художник очень-очень достоверно изображает все эмоции, все ситуации, вот. Вот. И еще раз говорю, книжка напоминает, скорее всего, скорее насыщенную такую, очень серьезную, мы просто читаем действительно быстро с дочкой. На самом деле, это не на один вечер, конечно, книжка, просто читать ее, наверное, в 6 лет, а немножко пораньше. Года два, буквально полтора-два года в этом возрасте решают очень многое, поэтому мы немножко опоздали. Значит, все очень-очень достоверно нарисовано, и книжка представляется довольно серьезным связанным рассказом, да, не комиксом максимально облегченным, где много действия, но мало мысли, а наоборот, значит, такой историей комедии положений, где надо наоборот обсудить, а что же все-таки неправильно, да, в этой ситуации, да, а что же все-таки делать теперь маленькой принцессе, когда, значит, такое случилось. Вот. Вот здесь прекрасный совершенно финал истории «Я этого не делала». Вот. Она там... Я не буду вам пересказывать финал, давайте я хоть какую-то интригу сохраню. Вот. Но он вам точно понравится. Вот. Во всяком случае, если не смеяться в голос, то улыбаться вы будете, когда она встретит того, кто это делал. Невозможно обойтись без спойлеров. Вот. Мне очень понравилось, как Тони Россу это придумал и нарисовал. Мне очень нравятся книги, которые не сильно морализаторствуют. Вот морали, нотации, да, вы в этой книге не найдете. Но найдете сюжеты, которые очень понятны юному читателю примерно трех лет, да, трех, примерно пяти лет, да, значит, очень понятны и очень доходчивы, очень ясны. И при этом интересны, потому что это с огромным юмором нарисовано и сделано. Еще раз повторюсь, посмотрите, какая умилительная совершенно принцесса придумана. Так что простая с виду книга, содержит массу пользы, массу удовольствия, точно совершенно не на один вечер, да, это у нас, а так это получилось, да, мы немножко опоздали, и очень-очень будет полезно в детском коллективе, да, что дети внимательно смотрят друг на друга, и вот это вот «делай, как она, не делай никогда так, как делает он», да, это очень-очень полезный педагогический прием, да. Ты, наблюдая за маленькой принцессой в книге, счастью, не надо показывать пальцем на реального ребенка, да, понимаешь, как нужно себя вести, а в возрасте, повторюсь, в очередной раз от трех до шести лет, это чрезвычайно важное знание о мире и о себе. Вот. Читайте, наслаждайтесь, дайство Мелик Пашаев. Спасибо за внимание.